В прошлом году по всему Казахстану больше пяти тысяч сел обеспечили интернетом. Такой информацией поделился в ходе пресс-конференции в столице министр цифрового развития. При этом ведомство выявило и села с неудовлетворительным сигналом. Их насчитали порядка 500. Чтобы бороться с некачественной связью, министерство уже внедрило изменение требований к сигналу и включило в строительные нормы новое правило, если и строить новые многоквартирные жилые дома, то обеспечив там доступ в интернет. Остается еще один шаг – разобраться со штрафами для операторов связи. Пока они составляют около 200 тысяч тенге. Но в министерстве считают, что эту сумму необходимо увеличить. Мы говорим, что надо в 10 раз их поднять. И сейчас вот депутатами идет обсуждение, поднимем их, и будет примерно минимальный порог, где-то 2 миллиона тенге штрафов операторам связи. Пока увеличение штрафов обсуждается на высшем уровне, проблемы остаются и в том, как привлечь нарушителей к ответственности по нынешним меркам. Люди, столкнувшиеся с плохим сигналом связи и работы интернета, обращаются с жалобами нередко. Вот только не каждое такое сообщение может послужить поводом для проверки. Через Фейсбук, через Инстаграм, понятно, очень много обращений приходит, но мы их как основание для проверок не можем использовать. Это требования Генеральной прокуратуры в рамках защиты бизнеса. Мы должны использовать только заявления или обращения граждан, которые конкретно подписаны собственноручно или заверены электронной цифровой подписью. Чтобы жалоба была оформлена верно, ее необходимо направить либо в адрес Министерства цифрового развития, либо в Комитет телекоммуникаций. На подобные обращения за личной подписью госорганы реагируют в положенные сроки. Его представители выезжают на место и проводят замеры. Показания измерительных приборов и становятся поводом для привлечения операторов к штрафу, а порой и к более жестким мерам, если недостатки качества сигнала вовремя не устранят. При этом возможности проведения измерений министерство расширяет ежегодно, и подобное оборудование уже доступно во всех регионах страны. Сейчас для контроля качества интернета нами закуплено специальное оборудование, то есть было его шесть всего, и мы на всю страну использовали этих шесть приборов. Сейчас этих приборов 17, в каждом областном центре они присутствуют, но для того, чтобы проверять качество, мы выезжаем в регионы. Проведение интернета и наладка мобильной связи продолжится и в этом году. В планах министерства перевести на 3G или 4G 286 сел страны. Еще в 292 селах, в каждом из которых проживает меньше 250 человек, обещают улучшить качество мобильного широкополосного доступа в интернет. Наталья Басмурзина, РТН